Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Во время первой волны коронавируса они помогали жителям республики, доставляя лекарства и продукты. В Карачаево-Черкесии наградили волонтеров, участников акции «Мы вместе». Абхазская машина заговорит с итальянским акцентом. ГИБДД «Карачаево-Черкесия» призывает автолюбителей узаконить газобаллонное оборудование, чтобы не встретиться с эвакуатором. В столице Чеченской республики прошел 11-й фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Карачаево-Черкесию представили спортсмены и госамсамбль республиканской филармонии. В Черкесии чествовали талантливого боксера, серебряного призера чемпионата СКФО по боксу Аскера Тамбиева. Юный боксер готовится к чемпионату России, который пройдет в Оренбурге. Роспотребнадзор России ввел всеобщий масочный режим. Постановление вступает в силу уже завтра. Россиянам на территории всей страны необходимо носить медицинские маски в общественном транспорте, в лифтах, а также в общественных местах. Постановление также сообщается о запрете юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывать услуги общественного питания, их проведение в период с 23.00 до 6 утра. Ситуация с ковидом в России может стабилизироваться в первой декаде декабря, сообщают эпидемиологи Роспотребнадзора России. И вести из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 9259 человек. Из них 5378 выздоровели. Госпитализированы 736 человек. В Карачаево-Черкесии наградили волонтеров, участников акции «Мы вместе», которые помогали жителям республики во время первой волны коронавируса. Мероприятие прошло в здании регионального отделения партии «Единая Россия». Волонтерам вручили грамоты и медали. Аслан Гирюгов продолжит тему. Акция «Взаимопомощи. Мы вместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах страны работали волонтеры всех возрастов, доставляя лекарства и продукты и решая бытовые вопросы. Юристы и психологи бесплатно консультировали нуждающихся в их помощи. Помимо этого, много волонтерских организаций объединялись для общей цели. Радует то, что это для всех нас был большим таким положительным опытом в плане того, что мы все узнали друг друга, мы смогли многому научиться друг у друга. И я могу сказать точно, что вы, те ребята, которые прошли этот путь, идут его дальше, те люди, на которых можно положиться. Я надеюсь, что тот опыт, который вы приобрели, вы его будете транслировать и дальше. Ряды наши должны пополняться. И надеюсь, что мы вместе с вами, вместе сможем побороть эту страшную болезнь. И я думаю, что в ближайшее время, чтобы мы все вошли в такой вот обычный формат жизни. Всех волонтеров наградили медалью и грамотой с подписью президента России Владимира Путина. Во время торжественной части было отмечено, что проведенная работа помогла улучшить мобильность всех волонтерских организаций, а также объединила их с различными предприятиями. Ведь на это направлена данная акция. Начали раздавать маски. Маски шили бесплатно. Раздавали маски, всякие препараты. Мы шли по звонку, мы шли к клиенту, забирали их заявки. Волонтерство у нас открылось 17 марта этого года. И вот на протяжении этих месяцев, то есть волонтерство шло 5 месяцев. Людям было помогать, чтобы они чувствовали свою поддержку, ни в чем не нуждались. Всего в акции участвовало более 100 человек. Награждение будет проходить в течение всей недели, и каждый волонтер получит свою грамоту и благодарственное письмо. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево, Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, и порывы будут до 11-14. Температура ночью 5-10, днем 17-22. В горах ночью минус 2, плюс 3, днем 9-14. В северных, центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, и порывы до 14. Температура ночью 6-8, днем 18-20 градусов тепла. Мега-дешевизна в магазине «Ветские меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей. По ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Сначала штраф 500 рублей, а затем автомобиль лишается номеров. Такая участь ожидает тех, кто вместо бензина ездит на газе, но не зарегистрировал оборудование. Вопрос изучал Руслан Коркмазов. И вот его специальный репортаж. Знакомьтесь, Руслан Тухтаулов. Его автомобиль уже три года ездит на газе. И это в два раза дешевле, чем на бензине. Самое главное, Руслан не боится встретить полицейских, потому что он официально оформил газобаллонное оборудование и может предъявить документы. Вот особые отметки, там написано. Газобаллонное оборудование. Все, да, вот видно. То есть, получается, вы получили документы, вам поставили этот штамп, отметки и все, теперь вы можете ездить спокойно. И штрафы не платите. За отсутствие документов на газ штраф 500 рублей. Можно, конечно, улыбнуться полицейскому и сказать великодушно. Выписывайте протокол, чтобы заплатить штраф со скидкой 50%. Но в случае с газом штрафом не отделаешься. Газобаллонное оборудование надо либо демонтировать, либо узаконить. А если это не произойдет, то салам алейкум, эвакуатор. Но более официально будущее штрафника озвучил капитан полиции Ибрахим Токов. Первый пост ГАИ, который останавливает данное транспортное средство, проверяет его по информационно-справочным учетам. Сотрудники ГИБДД устанавливают то, что регистрация данного транспортного средства прекращена. Изымают у него следствие о регистрации транспортного средства и госрегистрационные знаки. Полицейские честно признали, что у них нет таланта ванги, и из потока вычислить автомобиль с газом они не сразу могут. Но все делается наугад. Вот остановили, открыли багажник. А там не баллон, а теплоодеяло. Народу кажется, что полицейские из потока высматривают бюджетные автомобили, чтобы штрафовать бедных водителей. Но капитан полиции Арсен Адамоков опроверг этот миф, потому что богатые тоже устанавливают газ. А в вашей практике какая самая дорогая машина была, где вы обнаружили газ? BMW X6. А вас это удивило как простого человека? Нет, не удивило, потому что он действительно влияет на расход. Это действительно экономично. Это означает, что человек дорожит своим заработком, он пытается экономить. Чтобы не иметь проблем с законом, надо прежде всего газ на автомобиль устанавливать у официальных мастеров. Вот куда приезжают наши земляки. Трасса между Черкесском и Ставрополем, село Кочубиевское. Начальник мастерской Юрий Шелухин встречает с улыбкой не только клиентов, но и всех контролирующих товарищей. Как я могу узнать, вы настоящий мастер или все-таки контрафактный? Ну, на меня посмотрите, я настоящий, живой. У нас есть уголок, где висит наш сертификат. То есть, получается, ваши документы признаются сотрудниками полиции? И вот Юрий Николаевич с гордостью показывает все документы. Он работает официально. А вот установка газобаллонового оборудования сколько по времени занимает? Вот приехала к вам машина и уехала по времени? Ну, это часов шесть. Также его мастерская официальный представитель итальянской газобаллонной компании. Ну, итальянцы, как бы, являются лидерами рынка на сегодняшний день. Чтобы ездить на газе, надо заплатить от 27 тысяч рублей. И это сразу купается. Поэтому автовладельцы массово переходят на итальянское оборудование. Вот приехала сегодня абхазская машина за итальянским газобаллонным оборудованием. Вместо запаски будет установлен баллон. И после монтажных работ абхазская машина заговорит с итальянским акцентом. Юрий Николаевич рассказал нам, что жители Крачава-Черкесии приезжают за газобаллонным оборудованием всей роднёй. Один установит газ, и тут же за такой выгодой устанавливается очередь из братьев и друзей. Кто когда-либо поездит на газу, на бензине уже ездить не будет. Если с документами всё в порядке, как у Руслана Тухтаулова, то с гордо поднятой головой можно заправляться газом и не озираться, опасаясь, что полицейские всё видят. Кстати, раньше в Крачава-Черкесии владельцы премиальных иномарок газом заправлялись тайно и по ночам, потому что стеснялись своей экономности. Но сейчас всё по-другому. Представитель автозаправки Макс Энерджи Курман Агирджанов подчеркнул, что богатые теперь гордятся своим умением экономить. Если на отечественной не может себе позволить оформить газ, то на иномарках они все оформлены, со всеми документами. То есть экономить на топливе – это не признак того, что ты плохо живёшь, это признак того, что ты смог себе это позволить. Да, да, да. Богатые не только уже не стесняются заправляться газом, но даже просят скидочные карты на газ. По этим картам рубль с каждого литра на газе. И скидочная карта на газ нынче – это престижно, как новейшая модель айфона. Никто не стесняется, а газобаллоны оборудования вызывают гордость за свою финансовую грамотность. Руслан Гуркмазов, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Грозном завершился 11-й фестиваль культуры и спорта народов в Кавказе. Напомним, первоначальный фестиваль должен был состояться в Карачаево-Черкесии. Но в условиях пандемии коронавируса его организаторы поменяли место проведения на Чечню, как на регион, где самая благополучная ситуация с распространением этой инфекции. В этом году программу внесли изменения. Из-за пандемии ограничили количество состязаний. Не было и национальных подворий. По традиции участвовали спортсмены из всех субъектов СКФО и впервые из Крыма и Севастополя. Команда Карачаево-Черкесия также приняла участие. По итогам соревнований абсолютным победителем фестиваля стала Чеченская республика. Помимо спортивной, на фестивале в Грозном представили и яркую концертную программу. От Карачаево-Черкесии выступил госансамбль Республиканской филармонии. Артисты представили два номера – танец Мухаджиров и Мингитау. Надо выразить благодарность главе республики и городу Грозном за то, что они в короткие сроки смогли мобилизоваться и действительно на достойнейшем уровне провести игры. Мы со своей стороны не подкачали. Карачаево-Черкесию представлял коллектив государственного танца, государственной филармонии Карачаева-Черкесии. Мы представили два отличных номера, которые вписались в программу концерта «Открытие и закрытие», в которых принимали участие коллективы из всех регионов Северного Кавказа. И также в этом году были гости из Республики Крым и города Севастополь. И не случайно их участие, потому что в следующем году Кавказские игры пройдут именно в Республике Крым. В Черкесске чествовали талантливого боксера, серебряного призера чемпионата СКФО по боксу Аскера Тамбиева. Представители рода Тамбиевых поздравили юного спортсмена, пожелали ему дальнейших успехов и новых побед. Уже скоро Аскер Тамбиев примет участие в чемпионате России, который пройдет в Оренбурге. На чествовании побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Аскер Тамбиев занимается боксом уже шесть лет. За это время юный боксер показал высокие результаты, удивляя всех своим мастерством и непоколебимой волей к победе. На чествовании президент фамильного рода Тамбиевых Леон Тамбиев отметил, что очень важно поддерживать наших спортсменов. И сегодня каждый из нас сможет поближе познакомиться с Аскером и, конечно же, поздравить с его достижениями в боксе. Основная цель, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. Чтобы молодежь, которая подрастает, они, ну на чем сейчас воспитаны, на американских фильмах с чем-то. Когда видят рядом, вот есть, можно чего-то достичь. Я думаю, много ребятишек сделают выводы и пойду по правильной дороге. В весовой категории до 53 килограммов Аскер Тамбиев в ходе жестких поединков завоевал серебряную медаль на чемпионате СКФО, который проходил в Грозном. Тем самым выполнил норматив на звание мастера спорта по боксу. А уже через несколько дней Аскер стал победителем всероссийского соревнования класса А на призы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Теперь юный боксер примет участие в чемпионате России, который пройдет в Оренбурге. Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев наградил родителей тренера молодого спортсмена Эльбруса Халкечева медалями духовного управления мусульман Карачаева Черкесии. Этот парнишка прославляет в первую очередь себя, свою фамилию, свою республику и нашу Российскую Федерацию. Дай Аллах ему силы и здоровья, чтобы он и дальше это прославлял и побеждал всех. Для нас что нужно делать? То, что мы сегодня собрались, это действительно мы должны этого парня поддержать. Аскера всячески отговаривали от этого вида спорта, но он не хотел оставлять занятия боксом. Сегодня мы рады тому, что наш сын смог реализовать себя как спортсмен и стремительно идет к своей цели, отмечают родители. Обычно я сам поединок не смотрю, пока не узнаю результат. Только в записи смотрю. А в этот раз уже средний сын был дома и он говорит, мама, нечего отлынивать, давай иди сюда и будем сидеть все вместе смотреть. Ну, подчинилась, посидели, посмотрели. Радость, конечно, что он успешно закончил бой. К каждому поединку нужно заранее готовиться и в ринге быть готовым ко всему, отмечает Аскер Тамбиев. Ведь ты не знаешь, насколько силен твой соперник, поэтому нужно идти вперед и не сдаваться. Чемпионат России очень сложный, конкуренция там очень высокая. Ну, рассчитываем минимум попасть в сборную в Россию. На твой взгляд, что дает стимул идти вперед и доходить до самого конца от боя? У каждого, скажем так, свои амбиции. Каждый по-своему мечтает. Главное вежливости в то, что ты делаешь. Я думаю, это и есть успех. Ну, ключик успеха. Собравшиеся поздравили виновника торжества и пожелали ему дальнейших успехов на предстоящем чемпионате России. Алихан Лепшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Таким был вторник в Карачаево, Черкесии, а прямо сейчас продолжение многосерийной драмы «Зови меня мамой». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»!